здравствуйте сегодня я хочу показать вам один простенький узор крючком который свяжут даже начинающие раппорт узора состоит из 12 петель и еще 6 петель нужно набрать для получения симметрии первый ряд все петли первоначальной цепочки нужно провязать столбиками с одним накидом а со второго ряда уже начинает образовываться узор при переходе ко второму ряду мы провязываем 3 воздушные петли для подъема они заменяют роль столбика и еще одну петельку нужно провязать итого 4 первый столбик мы пропускаем то есть у нас петли подъема заменяют столбик дальше идет столбик мы его пропускаем и дальше мы вяжем столбик с накидом 4 столбик нашего первого ряда делаем накид и вяжем первый второй третий в четвертый столбик связали а следующий столбик мы будем провязывать в 3 столбик вот сюда не сюда а вот сюда делаем накид и провязываем предыдущий столбик под верхние петельки вот этого столбика все точно так же только мы провязываем этот столбик перед тем которые мы уже провязали дальше мы вяжем воздушную петлю 1 столбик 1 2 3 4 мы уже провязали 1 столбик мы пропускаем 5 и начиная с 6 мы будем провязывать 8 столбиков с одним накидом пропускаем вот сюда даже проверяем 2 4 6 8 далее мы провязываем одну воздушную петлю и следующий столбик мы будем провязывать вот от этих столбиков в 3 1 2 3 в 3 столбик мы будем провязывать столбик с накидом а следующий столбик будем провязывать над вторым столбиком у нас три столбика то есть мы будем провязывать над предыдущим сначала мы провязываем над дальним столбиком а затем над ближним снова провязываем одну воздушную петлю пропускаем 1 столбик мы 2 над двумя вязали вот этот мы пропускаем и начиная с этого столбика мы провязываем снова 8 столбиков с одним накидом провязали 8 снова провязываем воздушную петлю и будем провязывать 1 2 над вот этим над третьим столбиком столбиком столбик с одним накидом снова делаем накид и провязываем над предыдущим столбиком воздушная петля и последний столбик мы провяжем верхнюю петельку петель подъема мы связали первый ряд эти столбики называются скрещенными вот эти два столбика переходим к следующему ряду этот ряд мы будем провязывать только столбиками с накидом 3 петли подъема далее мы провязываем вот где мы делали воздушные петли до скрещенных столбиков мы провязываем сюда столбик над каждым столбиком из 2 скрещенных мы провязываем по столбику снова там где была воздушная петля провязываем столбик и над всеми столбиками предыдущего ряда снова смотрим у нас два столбика и две воздушные петли значит мы должны провязать четыре столбика то есть получается вот 1 2 3 4 и точно так чтобы не упустить петельки мы провязываем 4 столбика с одним накидом над столбиками вяжем столбики с накидом снова провязываем над скрещенными столбиками и над воздушными петлями по одному столбику с накидом после перекрещенных столбиков один столбик провязываем и у нас было 4 петли воздушные мы вязали первую вторую в третью петельку мы провязываем последний крайний столбик с накидом проверяем у нас должно быть здесь пять столбиков 1 2 3 4 5 переходим к следующему ряду теперь мы должны вот такие перекрещенные столбики вязать шахматном порядке то есть они у нас будут располагаться вот здесь и здесь по центру вот этих столбиков там где мы вязали 8 столбиков провязываем 3 воздушные петли дальше мы провязываем 6 столбиков далее мы провязываем одну воздушную петлю и в 3 1 2 3 столбик мы провязана третьим столбиком мы провязываем столбик с накидом теперь мы провязываем над вторым столбиком тоже столбик с накидом 1 воздушная петля 1 столбик пропускаем и начиная с этого мы провязываем 8 столбиков с накидом провязали снова воздушная петля 1 2 на 3 столбиком провязываем столбик с накидом над вторым провязываем столбик с накидом воздушная петля 1 столбик пропускаем и до конца ряда вяжем столбики с накидом всего мы провязываем 7 столбиков последний верхнюю петельку петель подъема видите у нас получились столбики в шахматном порядке переходим к следующему ряду и снова мы вяжем ряд только столбиками с накидом полностью весь ряд мы переходим к вязанию следующего ряда и сейчас вы увидите что следующий ряд у нас будет точным повторением вот этого второго ряда то есть рапор вертикальный состоит из четырех рядов 1 2 3 4 а дальше идет повторение то есть мы связали уже один ряд вот такой значит следующий ряд у нас будет вот таким у нас будут столбики перекрещенные располагаться здесь здесь и здесь затем мы провязываем изнаночный ряд и в следующем ряду после изнаночного мы уже будем провязывать перекрещенные столбики вот над этими итак в этом узоре чередование рядов столбики с накидом столбики с перекрещенными только столбики располагаются в шахматном порядке вот так выглядит этот симпатичный простой узор напоминаю раппорт узора состоит из 12 петель 6 петель для симметрии добавить нужно высоту 4 повторяющихся ряда два из них это столбики с накидом а два других это столбики с накидом столбики с накидом которые чередуются со скрещенными столбиками по обеим сторонам от скрещенных столбиков не забываем добавлять по одной воздушной петли между ними мы провязываем 8 столбиков с накидом скрещенные столбики чередуются в шахматном порядке вот и все этот узор вроде бы ажурный но довольно плотный поэтому вязать им можно не только летние вещи рекомендую возьмите его на заметку все встретимся на следующем уроке все пока и 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